Болгария Болгария Показать слайдчоу И с этими темы я как-то связал вместе Ну я надеюсь, что Бог благословит и подкрепит нас Ну до того всего пока там Мидия подготавливает слайдчоу, если можно было Я хотел церковь поблагодарить за вашу поддержку Вот мы как молодежь, может Знаете, у нас не самое лучшее сладкое Но вы покупали его, вы благословляли нас Когда мы плов продавали Нас братья благословляли, готовили для нас Это труд был великий И вы нас также поддерживали финансово В сборе в церкви вы поддерживали нас Потом немаловажность, можно сказать, так самое важно В молитве В молитве вы нас поддерживали И мы очень, очень благодарны И мы чувствовали вот эти молитвы Если так честно сказать, что на этой поездке Это такая поездка в Европу Она не такая, как в Хондурас, может Даже может и в Украине Мы не были Я не хотел сказать, что мы не были настолько заняты Но было возможности в дороге больше проводить Времени в молитве, в беседах И когда мы переезжали с места в место Если так честно, Бог просто нас наполнял Молодежь наполнял Очень много сердец даже в молодежи Были как Изменены, это неправильное слово Но подкреплены Подкреплены любовью Божией Духом Святым На библейских наших утренних молитвах Дух Святой сходил Мы просто плакали Просто ревели И наслаждались присутствием И потом с этой поддержкой Божией Мы выходили, можно сказать так В этот мир В дома престарелых В детские дома Очень много мы посещали домов Инвалидских Разного возраста Старших, молодых Эти люди просто Не передать в словах И даже Я сразу хочу поизвеняться На наш слайдшоу Нету много фоток Потому что нам просто запрещали фоткать Куда мы не приходили Большинство Так 60-70% мест Нам просто не разрешали Фоткать, снимать И то, что у нас есть То мы покажем Но это было Очень благословенное время Вот Просто Любовью наполнено И Благословенное Ну так же церковь Мы в последние пару дней Выставили на Амазонку Лист Чтобы люди могли Поддержать нас В покупке некоторых вещей Мы собрались Этих вещей В примерности Я думаю чуть больше Но я чуть меньше номер скажу 18 чемоданов больших Мы запаковали Просто с покупками Которые наша молодежь Я думаю и вы так же участвовали Мы покупали для крови Всякие тестеры Для диабетиков Проверять кровь Мы покупали там Ну зубную пасту Щетки Фласс Для детей Игрушки Конфет много Накупили им Там мы так же Передавали микрофоны Ну для церкви Некоторые передавали И в этом все Мы 18 чемоданов В примерности Собрали полных До 50 паундов Некоторые даже нас Просто пропускали Там по 53 По 50 паундов Но мы говорили Для славы Божьей Ладно пропустим Знаете То я Бога благодарю за это Мечи волокиты Нам так же было В аэропорте Если можно Давайте слайд шоу включим Я может пару вещей скажу Так же во время слайд шоу Вот во время дня Мы практически посещали Вот 3-4 дома Каких-то И большинство Каждый вечер У нас было служение Где мы могли прийти Послужить Группой И Очень благословенно было Потому что Что мы приносим Что мы приносим Как верующие Как молодые Я не сказал бы Что мы многого приносим Но мы приносим Любовь Божья И Просто служа в церкви Поя песни Говоря свидетельства Нашей жизни И каждый человек Приехал со своими Трудностями Со своими переживами Просто А так обнимая Старичков Мы плачем Они плачут Очень часто Мы их не понимали Мы понимали Через 5-10 слов Большинство людей Говорят по-болгарски В цыганском квартале По-турецки Например То Через слово Через 5 слов Мы их понимали Как-то слаживали Текст С ними общались А так же Через переводчиков И Во всем этом Старались Просто Показать Божью любовь Вот Вот это инвалид Мы заходим В интернат Или в инвалидский центр У нас есть программа Но мы смотрим На этих людей Они Они ничего не могут делать То программа Переходит у нас В христианскую Спокойную музыку Мы даем им Христианскую разукрашку С водичкой И мы начинаем С ними рисовать Мы берем их на руки Мы начинаем Некоторые там без рук Даже брали эти фломастеры В рот свой И разукрашивали Вот это Вот это мы посетили Мы когда были в Болгарии Неделю спустя В субботу Там был потоп Затопило там Три села То мы сразу Как-то отозвались У нас были финансы От церкви Вот помочь Вот если вы видите Линия грязная Это докудова был потоп И затопило Вот это был Дом Верующей сестры Нашей Надеюсь Потом там будет фотка Мы этой сестре Помогли там Повыносили пару вещей Копали Обкапывали дом Убирали вот эту грязь От стен Потом мы Купили им Холодильник Духовку И стиралку Этой верующей Женщины Так же подкрепили Верий Было очень приятно Ей Улыбка И слезы на глазах Церквя Братья Сестры Служение Которое мы там С кем мы там Служили Кто еще не знает Когда мы раньше Свидетельствовали Восемь лет назад Это мы ту же самую Церковь посещали В этой церкви Там работает Иван Серт И его семья Наша церковь У нас есть Спонсора в церкви Которые его спонсируют И Это благословенная Семья Много труда Там проходит И Если смотря Вот на церкви Смотря на Труд Который делается Молодежь Только Совершенно Возраст Приходит Они Они сматываются От этой Болгарии Там беднота Там Это в Европе Но там очень бедно Работу очень трудно найти Молодежь Даже вот Ивана Серт Это вот Один парень Он работает там В ресторане Он 20 долларов Зарабатывает За 10 часов И Это копейки Вот Но Все равно Как-то стараются А цены европейские Цены европейские Везде Так Конец Можно выключить Цены европейские Это очень трудно Даже в труде В церкви Сборы маленькие Это Трудно работать В таких Обстоятельствах Но Со всем этим Я бы хотел Также продолжить Также Извините Посещали мы И наших братьев Сестер украинцев Там Выехали Они у них Там было На море Их На станции Где они Общее жительство Где они там Жили Мы их там Посетили Один вечер Провели время Со старшими Также провели Время с детьми Благословили их Помолились Все за них Чуть финансово Поддержали Так же Так же И Все вокруг Разное служение Было Но Бог Благословлял С этим я хотел бы Связать Мою проповедь Мою проповедь Которую я так Размышлял Бог В чем Вот Как мы послужили Как мы послужили И Слово Которое пришло На мое сердце Это мы Ободряли народ Ободряли народ Божий Ободряли Инвалидов Которые Очень мало Чего понимали Ободряли Детей Сирот Старцев Церквя Это кажется Может Кому-то Это Это и все Это так мало Это Ну О покаянии Где О схождении Духа Святого Где О исцелении Где Да Мы видели Покаяние Но во всем этом Я увидел Что самое многое Что мы делали Что приносило Слезы на глаза Это мы Ободряли людей Мы им говорили Как их сильно Иисус любит Мы им свидетельствовали Лука 10 глава 2 стих Пишет Он сказал им Жатвы много А работников Мало Поэтому Просите Хозяина Жатвы Чтобы Он вызвал Работников На свою Жатву Мы этот стих Все очень Хорошо знаем Очень Хорошо знаем И мы его Читаем И мы Можно так Сказать И молимся Но Заметьте То что Здесь Иисус Говорит Ученикам Те Кто уже Служат Те Кто уже В полном Разгоне Служат Свидетельствуют Исцеляют Благословляют И он Говорит Им Не забывайте Молитесь Потому что Жатвы много Вокруг вас Уже Жатвы много Но работников Мало Я задался Себе Таким Вопросом Молюсь Ли я Заработников В своей Жизни Даже Если я Не езди Никуда Или даже Если я Езди Молюсь Ли я Заработников Боже Боже Harvest Is ready Плода Много Но надо Собирать Бог Нас Призывает Собирать Но как Как Бог Не каждого Призвал Проповедником Быть Не каждого Призвал Евангелистом Быть И в нашей Группе И мы Мы далеко От этого Но вот Ободрять Любить Показывать Иисуса Христа Иисус говорит Молитесь В английском Переводе Слово такое Earnestly Если перевести На русский Это как Стрепетом И искренно Почему Искренно Молиться И Бога просить Чтобы Он послал Делателей Потому что Мир нуждается В encouragement Мир нуждается В ободрении В ободрении В наполнении В благословении Божьем Если я могу Я сейчас Чуть-чуть Опустюсь Ниже Очень часто Это может даже Быть показано На деле Как мы Благословляем Людей Может даже И вещами Даем что-то им Одежду Финансовое Да благословить Тебя Господь В этом Да благословить Тебя Очень часто Мы В церкви Вот Призвать Призвать тех Кто будут Служить И собирать плод Вот как вы Братья и сестры Это видите Я это читал Вот даже Вчера Рассуждая А как Этот стих Приходит В нашу церковь Как Как это Видно В нашей церкви Ну вот Наша церковь Открыла школу Да Английскую школу И выходили сюда И просили Учителей У кого есть Желание Вот Проявилось ли В нашем сердце Это желание Вот Когда призывают В воскресной школе Учителей Русской школе Братьев А вот Места в хоре Сидят Свободные Свободные места Но Бог призывает Мне надо Работчник Мне надо Работать Те кто работают Те кто служат Чтобы они могли Благовесствовать Чтобы они могли Приносить плод Чтобы у нас Было записано Это в книге жизни На небе Очень часто Мы даже кого-то Быстрее унизим Или Как-то Подкорректируем Но не с любовью Но этот человек Старается А можно Это сделать С любовью Первое Фессалоникийцам 5.11 Пишется здесь Поэтому Ободряйте И укрепляйте Друг друга Что вы И делаете Я вас проповедь Подготавливаю Я прочитал Эта последняя часть Что вы И делаете Пустол Павел Говорит До Тессалонио В Фессалоникийцей В Фессалоникийцей Церкви Ободряйте Как и вы И делаете Я задался Таким вопросом Ободряю Или В своей церкви Вот Прихожу ли я В церковь И я вижу Тот человек У кого Всегда улыбка Или я прохожу В зале Или прохожу В фойе У него Всегда улыбка А сегодня Он грустный Нахожу ли я Таких людей Приводит меня Дух Сятой К таким людям Которые Нуждаются В поддержке Которые нуждаются В encouragement А может Этот человек Уже в церковь Не ходит Последних пару недель Заметили ли мы его Позвоним ли мы ему На телефон Или отправим ли мы СМС Говоря Как у тебя брат Сестра Поддержим Может В скорби Сколько много Скорбей Разных В этой церкви В наших церквях Которые может Люди даже и не знают Но Хотим ли мы Заметить скорбь А такой вопрос А когда мы Слышим О скорби Когда мы Читают Нужды Наши Наши Братья Проходит ли У нас Слеза С наших Глаз Скорбит ли Наше сердце За наших Братьев И сестер Помолиться Ободрить их Позвонить им Посетить их Благословить их От Иоанна 16 глава 33 стих Сие сказал Я вам Чтобы вы Имели во мне Мир В мире Будете Иметь скорбь Но Мужайтесь Я победил Мир Стих этот Начинается С трудностями Бог Иисус не пришел Он говорит Ученики Выходите за мной В вас По маслу Будет все Вот Просто прекрасно Вы поверили в меня У вас жизнь Будет прекрасная Деньги Машины Дома Нет Он приходит к ним И говорит Вам будет очень трудно У вас будут скорби Скорби У вас будут болезни Люди будут болеть Раком Люди будут Терять близких Люди будут Плакать Своих кроватей В своих тайных Комнатах И искать Помощника И искать Иисуса Христа В трудные Времена Но он заканчивает Этот стих И он говорит Но мужайтесь Я Победил Мир Вот это слово Это слово Мне ободрением Приходит на мое сердце Я Победил Мир Давайте мы будем Провозглашать эти слова В жизни Тех людей Которые нуждаются В этой поддержке Чтоб На служение Больше людей Продвигались Чтоб Мы Замечали В людях Труд И дар Господин И мы их Благословляли В этом Это очень просто Давайте мы будем Замечать Замечать Друг друга Вот Я благодарю Родителей Которые Даже на эту Поездку Мы объявляли Объявляли Много раз На воскресенье По пятницам И собралось Нас 13 человек Большая группа Я Бога благодарю Ну а может Если мы замечали бы Даже в наших детей Или Среди молодежи Или даже Среди старцев Старцы Я вас приглашаю Я приглашаю вас С нами съездить В следующий раз Откликнитесь Вот А если мы замечаем Вот эту Жажду В молодежи Очень часто Даже можно Подкрепить их Сказать Поедь Поедь Мы благословляем вас Я вижу в тебе Вот эту жажду Поедь Бог благословит И нежели Что было 13 А может Давайте 30 Давайте 50 человек Сегодня Если я не ошибаюсь То Едет Библейская школа Там И Молодежь В Даунтам Проповедовать Помогать Хомлессам Давайте Откликнемся Давайте Давайте будем Бога умолять За рабочих Что Бог Подсылал Этих рабочих В нашу жизнь И сегодня Когда мы будем Склоняться Давайте Бога попросим Чтобы Он дал нам Сердце Которое будет Очень чувствительным Которое будет Замечать боль Чтобы мы Не обходили Кого-то Потому что Мы не знаем Как и что Им сказать Но чтобы Мы бежали К таким людям И мы их видели С другого С другого Конца церкви И мы подбегали И ободряли их Чтобы мы говорили Хорошие слова И правильно Наставляли их Давайте Склонимся Братья и сестры И помолимся Да благословит вас Господь Спасибо за субтитры